Здравствуйте! На телеканале Интекс программа «Гость студии». Сегодня для диалога мы пригласили председателя Барановического межрайонного комитета государственного контроля Брестской области Олега Нанилова. Олег Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте, уважаемые зрители. Олег Валерьевич, сотрудники Барановического межрайонного комитета государственного контроля Брестской области контролируют выполнение законов не только на территории Барановического региона, но также на территории Ляховического, Ивоцевического и Ганцевического. По результатам работы 6 месяцев, расскажите, пожалуйста, каких нарушений и какого характера было выявлено больше всего и на какой территории подведомственной вам? Вы знаете, нарушения, безусловно, в проверках устанавливаются всегда, но мы идем проверять туда, где мы уже, скажем так, в форме мониторинга, аудита, анализа эти нарушения видим, мы предполагаем, знаем о них уже, и мы уже туда выходим, скажем так, не только для констатирующей части, что вот мы нашли это нарушение и оно есть, мы сразу прорабатываем ряд вопросов к его исправлению, ведь задача комитета госконтроля – экономическая безопасность страны в целом, ну, соответственно, за нами закрепленный регион. Поэтому мы планировали, скажем так, планируем свою работу на будущее, на год, на два, на три. А говорю, что, да, по проверкам, в конце прошлого года мы начали проверку, закончили проверку по ХБО, ну, все помнят посещение главы государства, то есть там была комплексная подготовка к этому посещению, изучение всех процессов, как и технологических, так и экономических. В результат хочу доложить, не скромно, конечно, но вот этот протокол поручений, который глава государства подписал и поручил, он и базировался на том анализе, который проводили конкретно мы. И вот, скажем так, задача в снижении затрат, конкретно по этому предприятию, 9% в течение этого года, она объективная, она реальная. Почему 9%? Потому что модернизация прошла, предприятие начало работать. И говорить о пресловутых 25%, как во всей экономике, конечно, можем замахиваться, но давайте смотреть реально на вещи. Вот здесь, в данной ситуации, давайте мы сначала решим проблему от 7-9% снижения затрат. И это позволит нашему предприятию, ну, скажем так, градообразующему, реально чувствовать себя уверенно не только на рынке Беларуси, но и на рынке всего постсоветского пространства, СНГ, скажем так. По другим регионам, да, есть проблемы, проблемы в АПК, мы очень жестко прошлись по Ивацевичскому району, в плане создания приписок по валу молодого молока. Да, да, люди не справляются, люди не настроили свою работу. Мы ее видим, она видна просто из-за четности. Мы прошлись уже, попытались, скажем так, прекратить эту форму приписок на 4-5 сельхозпредприятиях. Итог, конечно, плачевный. Это возбужденные уголовные дела, это тоже судьбы людей, судьбы тех, кто остался работать. Ведь им это всю ситуацию исправлять. Ну, скажем так, от одних работников отказались, пришли новые люди, они будут налаживать эту работу. Скажем так, у каждого региона есть своя специфика. Если говорить о Ганцевичском районе, для нас это боль в том плане, что это самый низкооплачиваемый район по зарплате. То есть, если здесь в Барановичах высокая, достаточно достойная зарплата у людей, выбор работы достойный. В Ганцевичском регионе и низкая зарплата, и выбор работы небольшой. Поэтому основная задача, скажем так, сохранить рабочие места, их увеличить, позволить, скажем так, в форме санации даже работать тем предприятиям, которые близки к банкротству. В ситуации по городу Барановича, ситуация, что вы видите сами, исправляется. Наши промышленные предприятия, мы вот год с вами встречались назад, да, был кризис у промышленностей. Но он на сегодняшний день уже чувствуется, он прошел. Остался вопрос только системного постоянного роста. В этом году, на мой взгляд, не было никаких, скажем так, громких нарушений во время вступительной кампании. Это первый этап централизованное тестирование и второй этап поступления в высшие учебные заведения, в частности, в Барановичский государственный университет и в средние специальные учебные заведения. Госконтроль не остается в стороне. Расскажите, пожалуйста, вот ваша оценка. Ну, моя оценка, скажем так, положительна в том плане, что 10 лет мы уже работаем над этим процессом. И по итогам 10 лет процесс налажен. И вот те предложения, которые мы давали, они нашли отражение вот буквально в течение этого месяца. Внесены изменения в законодательство. Со следующего года абитуриенты будут сдавать 4 тестирования, расширится возможность поступления. То, что, скажем так, не было нарушений, но это не только наша заслуга, это заслуга тех людей, которые к этому приобщены. Ведь не только университет, но и в прошлые годы, и технологический колледж Белкоп-Союза. Мы для этого привлекали более 100 преподавателей города и района. То есть мы привлекаем всех, кто к этому причастен. И преподавателям хорошо они увидят этот процесс. Их это тоже простимулировало, скажем так, более трудоемким процессом преподавания. И уже как результат констатировали вот неоднократно, и вы констатировали в СМИ и в печати, что город Баранович повышает уровень образования. Это отрадно. То есть общими усилиями этого добились не только комитет госконтроля, а и, скажем так, все преподаватели этого города. Продолжая тему образования, насколько часто в этой сфере сотрудники комитета госконтроля выявляют какие-либо нарушения, и чего они больше всего касаются, если выявляются? Ну, скажу честно, в связи с тем, что мы очень плотно, скажем так, в системе образования проводим процесс поступления, контроль за этим процессом, может, и не было так много уже нарушений их, потому что мы просто не снимали с себя эту задачу. Был разговор, что комитет госконтроля может есть смысл отказаться от процедуры вступительной кампании, лишь потому, что занимает очень много времени. Будем объективны, в июне месяце у моих сотрудников просто не было выходных. Вот не было, и приходилось все это время отдавать вступительной кампании. Но, наверное, в этом и есть смысл участия и профилактики, то есть не допустить этих нарушений. Что касается системы образования в целом, ну, не секрет, допустим, тот же пилотный проект по городу Барановичи. Да, где-то форма стимулирования преподавания, где-то форма, новые формы преподавания и финансовой, и экономической заинтересованности педагогов. Они дают свои плоды. И, наверное, если вот этот постоянный контроль не снижать, как мы и проводили эту вступительную кампанию, я думаю, обойдемся мы без громких нарушений, но где-то своевременно в законодательство будем вносить изменения. Корректно ответили. Под вниманием госконтроля всегда и агрария. Заготовка кормов, сбор урожая. Как отслеживается порядок в сельском хозяйстве? Вот вы сказали. Отслеживается постоянно. Да. Пусть не обижаются на меня аграрии, и все, кто к ним близок, это та же переработка продукции агропомышленного комплекса, те же молокозаводы, мясокомбинаты, комбинат пищевых продуктов. Да, здесь наша позиция жесткая. В чем жесткость нашей позиции? Есть ли экономисты, которые определяют экономику страны, говорят, что ну да, что сельское хозяйство? Оно составляет не более 20% ВВП. Но это основа продовольственной безопасности. Если человеку нечего будет есть, или, скажем так, страна попадет в зависимость, и не будет этой продовольственной безопасности, и нам придется покупать за рубежом простую еду, то грош цена этой экономики. Поэтому и задача от главы государства, и, скажем так, наша работа так построена, что в первую очередь мы должны выполнить продовольственную безопасность. Тогда мы можем смело подходить к вопросам экономической безопасности. Поэтому да, аграрии постоянно чувствуют наше присутствие, постоянно, скажем так, мы находим недостатки и в тех процессах, и, скажем так, в целом в работе сельского хозяйства. Но это связано лишь с тем, что этот процесс нельзя пустить на самотек. Ведь недалеко, можно далеко не ходить. Возьмем пример наших соседей Российской Федерации. Десять лет назад, что там было в сельском хозяйстве? Да, дали все в частную собственность. Разброты и шатания. Но сегодня они пришли к тому, что они укрупняют своих производителей. И, по сути, все те программы, которые у нас работали всегда, то есть они подразделялись как программы птицеводства, производства молока, свиноводства. То есть все эти программы у них начинают работать. С нуля. С нуля. Ну, может, кто-то скажет, что с нуля это организовывать легче. Но в нашей стране мы не могли себе позволить разрушить до нуля, а потом заново это все восстанавливать. Мы пошли другим путем. Мы сохранили то, что была база. И стараемся просто улучшать. Ведь сегодня тоже мы пришли к тому, что в сельском хозяйстве мы, скажем так, развиваем частную форму собственности. Сегодня уже нет, скажем так, не будет тех предприятий, которые мы раньше называли колхоз или СПК. Сегодня это будет или акционерное общество, или коммунальное унитарное предприятие. То есть мы форму предприятия приводим к тому, что определено гражданским кодексом. Вот оно определено, форма какая может быть. Мы к этому придем. Ну и, соответственно, форма управления, да, она немного поменяется. Но есть хорошие примеры, есть отрицательные примеры. Хорошие примеры, конечно, вот акционерное общество, те же Птицефабрика Дружба, Барановичская птицефабрика, тоже ОАО, комбинат хлебопродуктов, Крошин. То есть есть хорошие примеры. Люди научились работать, они будут работать и давать хороший результат. Да, более отсталое хозяйство. С ними работают, как и исполкомы работают, скажем так, как вывести их на безубыточную работу. Если совсем не удастся вывести на безубыточную работу малые предприятия, такие как бывшие СПК, допустим, в том же Ганцевичском районе, Левоцевичском, еще и остались малые хозяйства, которые, скажем так, объем работы не превышает 2-2,5 тысяч гектар. На сегодняшний день это маленькое, маленькое сельхозпредприятие. И может быть, есть смысл где-то его слиять с более крупным, или, скажем так, несколько предприятий слиять. Сегодня технологии обработки почвы и получения продукции в сельском хозяйстве позволяют при современной технике иметь в наличии от 7 до 12 тысяч гектар. Вот к этому, скажем так, все идет. Еще одна сфера, где возникает много вопросов, это строительство. Видимо, потому что и людей она касается, и контролирующие органы достаточное внимание уделяют, чтобы там все было хорошо. Систематически мы слышим от коллег о том, что есть затянутые сроки строительства, фиктивные акты приемки домов, бесхозяйственность. Расскажите, пожалуйста, на подведомственной вам территории, какие нарушения чаще всего встречаются, чего касаются. Вы знаете, система нарушений в строительстве всегда одна. Люди хотят заработать. И не всегда они хотят заработать это честным путем. Слава Богу, есть ряд организаций, которые постоянно это контролируют. Это и гостроинадзор, и комитет госконтроля. Есть ряд организаций, которые пытаются управлять процессами, как УКС, управление капитального строительства, которое является заказчиком по государственным объектам. Проблема в другом. Мы на протяжении пяти лет пытались сформировать в наших строителях новую форму взаимоотношений. Скажем так, контрактную форму. Есть заказчик, есть подрядчик, есть четко говоренная цена строительства, которая не должна меняться. Ну и, соответственно, в определенный срок мы должны построить, рассчитаться с подрядчиком. Но, скажем так, есть объективные причины, почему эта схема до конца не работает. Мы пришли к тому, что всегда у строителей были источники финансирования. Бюджет, инвесторы. То есть, всегда начинали стройку, не определив точно источников финансирования. И вот получается такая дилемма. В стройку ввязались, денег нет. Понятно, что идет затяжной процесс. Где-то сегодня этот процесс начал переформатироваться. Да, вы все заметили, в том числе и зрители, почти сошел на нет такой процесс, как строительство кооперативов. Почему он сошел на нет? Потому что, скажем так, в этом процессе во всем есть как и положительная сторона, так и есть отрицательная. Всегда все рассчитывали на этот источник финансирования, что вот государство возьмет и положит эти деньги. Сегодня уже процесс пошел не так. Очень хорошо получил процесс долевого строительства. Вот приведу его как положительный пример. Стали расти дома с долевым участием. И они растут как грибы. Оказывается, можно строить качественно и быстро. Вот в нормативный срок. Кажется, можно это делать. Да, но процесс именно и заключался в том, что этот источник финансирования должен быть четким. Да, когда люди выкладывают деньги, они требуют результата. Процесс пошел. Да, на сегодняшний день притормозилось строительство долевых домов. Но оно, опять же, с чем связано? У людей закончились деньги. Соответственно, какие-то должны быть новые формы. И я надеюсь, и правительство над этим работает, и, скажем так, государство постоянно идет обсуждение. Надо найти новые формы, скажем так, вот этого финансирования процесса. То есть, кредиты на строительство должны быть все-таки мельготные. И эти кредиты должны брать не кооперативы, не тот же горосполком отвечать за него и в его лице УКС. Это управление капитального строительства. Финансовым инструментом тут должен выступать конкретный человек. То есть, он берет эти деньги, платит их и требует, как инвестор, который финансирует процесс, требует конечного результата, требует свое жилье и его качество. И не нужны вот эти посредники, когда, конечно, это было нашей проблемой общей. Когда мы строили кооперативные квартиры, каждый кооперативный дом, когда сдавался, мы по полгода работали над недостатками. Реально, да, ну понятно, что все люди современные, новые технологии, дома строились не совсем по новым технологиям, применяясь старая, та же обычная штукатурка, некачественные материалы. Да, и потом мы этих строителей вдоль и поперек ругали, исправляли эти ошибки. Да, они исправлялись, но сегодня вот этот промежуток между заказчиком и подрядчиком, он должен быть прямая связь. То есть, не должно быть посредников, что УКС Барановичского горосполкома выступал каким-то посредником строительства кооператива. Есть в долевом участии конкретный покупатель квартиры, есть строитель. Да, гостроинадзор проследит качество, и нормативный срок все будет построено. Не удовлетворяет качество? Верни деньги. Удовлетворяет качество? Покупай квартиру. Сегодня даже пошло на то, что строительный трест номер 25 сам влазит в долевое строительство, за свои деньги строит нулевой цикл, и уже людей приглашают как соучастников, как соинвесторов. И это вот именно тот положительный момент. Плохо, что мы к нему шли десятилетия. То есть, если бы мы к нему пришли раньше, сегодня бы люди уже знали вот этот процесс и спокойно бы в него шли. Олег Валерьевич, если у людей возникают спорные вопросы, куда им обращаться? Ведь многие просто не знают со своей ситуацией, не могут ее разрешить и не знают, куда обратиться. Ну, конечно. Я не скажу так, что я приглашаю всех обращаться к нам. Обращаться всегда есть куда. Для этого организованы, вот за то десятилетие, которое я работаю в комитете госконтроля, организовано одно окно. Не без нашего участия придуман такой момент, как книга замечаний и предложений. Но в любом случае, сегодня и организованы по выходным прием должностными лицами по различным вопросам. Если уже совсем, совсем гражданин не знает, как решать ему проблему, безусловно, в одно окно комитет госконтроля мы подскажем, в любом случае постараемся найти то направление. Но сегодня для диалога власть открыта. И можно обратиться в любую инстанцию. Если в этой инстанции не решается вопрос, по крайней мере, они перенаправят. Скажите, с какими вопросами обращаются чаще всего в комитет госконтроля? Как ни прискорбно, последний год, даже могу сказать два года, основная проблема это трудовые отношения и трудоустройство. Не секрет, что трудоустроиться сегодня не так просто. Рынок труда у нас, скажем так, ненасыщенный. предложений меньше, чем спрос. Ну и, соответственно, где-то из-за кризиса, где-то зарплаты уменьшились, сокращения прошли на многих предприятиях. Да, люди ищут работу и зачастую обращаются к нам. В силу возможностей мы, конечно, пытаемся им помочь, но, в первую очередь, для этого есть специализированные организации, есть, скажем так, те источники, средства массовой информации, которые об этом всегда говорят, то есть, где требуются. То есть, здесь главное не сидеть на месте. Другой вопрос, конечно, многие обращаются к нам за некачественным оказанием услуг, как и в системе ЖКХ, так и в торговле, но здесь, в первую очередь, хочу сказать, надо обращаться непосредственно к субъекту, оказывающему услуги. То есть, сначала выяснить эту проблему, кто вам оказал услугу качественную, некачественную, потребовать от него качественное исполнение этих услуг, и только в том случае, если они вам необоснованно отказали или не хотят вести диалог, то, милости прошу, комитет госконтроля, прокуратура, исполком, готовы всегда в эту проблему вникнуть и, скажем так, повлиять на этот процесс. Олег Валерьевич, и несколько вопросов личного характера. Скажите, пожалуйста, как председатель Барановичского Межрайонного комитета госконтроля в Брестской области предпочитает отдыхать? Вот если есть свободное время, кому, чему вы посвящаете? Может быть, у вас есть хобби? Чем вы занимаетесь? Вы знаете, может быть, у меня и было бы хобби. Конечно, я часто люблю мечтать, как я буду отдыхать. И как только я решу, что я буду отдыхать, всегда находится проблема, что отдыхать некогда. Да, уже давно меня друзья не приглашают ни на рыбалку, потому что как только меня пригласят на рыбалку, обязательно она у меня сорвется. Потому что в период летний, скажем так, выходных у нас, наверное, не бывает. То есть, или вступительная компания, или работа с АПК. Но не скрою, люблю рыбалку, люблю тихую охоту за грибами. Но пока об этом всё мечтаю. Когда приходите на предприятие или в организацию и выявляете нарушение, какими руководствуетесь принципами для наказания, помимо закона? Не бывает такого вот сочувствия к тому, кто выполнил Есть же объективные причины допускаемых нарушений. Зачастую люди допускают нарушения административные, скажем так, выбирая из двух зол меньшее. И сознательно идут на какое-то нарушение, или, скажем так, не идут даже на это нарушение, а его допускают по вине, ну, или по обстоятельствам, независящим от человека. Но, понимаете, в законе, как ни странно, это всё предусмотрено. И я не буду кривить душой ни перед зрителем, ни перед вами. Мы, скажем так, во главу оставим, конечно, закон исполнения, скажем так, этого закона. если мы видим, что вины нету, ведь мы рассматриваем, скажем так, в первую очередь административную практику, всё, что касается уже злоупотреблений уголовного характера, тут мы оценку не даём, тут оценку дают правоохранители, куда мы эти материалы направляем. Да, и зачастую мы можем иметь какое-то сочувствие, ну, скажем так, к происходящим процессам, но давать оценку всегда сложно, а законодательство, по крайней мере, в административной практике, оно и предусматривает доказательства всё равно вины, то есть признаёт человек вину, не признаёт, мог он при каких-то других обстоятельствах допустить, не допустить этого нарушения, и, честно скажу, вот в практике, моей личной практике, работая председателем комитета госконтроля, я никогда не применял максимальный штраф, мы всегда применяем штраф минимальный, да, есть и в законодательстве жёсткая позиция, бывает, что и минимальный штраф очень суров, ну, никому не секрет, допустим, тоже нарушение статистики от 20 базовых величин, штраф, безусловно, высокий, и предупреждение там не предусматривается, но в том же нарушении, скажем так, и правил торговли, и, скажем так, от мелких нарушений, когда люди работают, ну, взять обычного бухгалтера, работает человек, ну, арифметическая ошибка, еще какая-то ошибка, которую, ну, объективно было вызвано даже не его работой, да, безусловно, мы обходимся просто предупреждением, в административной практике это отражается, человек предупрежден, он уже понес наказание, но если наказание не требует, чтобы он платил за это рублем, не обязательно его и наказывать, но я же оговорюсь, в административной практике бывают такие нормы, которые не позволяют обойтись предупреждением, приходится наказывать и жестко, тут субъективизм уже, скажем так, неприемлем, тут, если есть нарушения, тем более, оговорюсь, не только мы принимаем это решение, каждую административную практику за нами проверяет и юридическая экспертиза, как у нас внутри в комитете госконтроля, так и прокуратура, и тот же прокурор придет и спросит, почему ты, скажем так, этого человека пожалел, этого не пожалел, то есть тут все должно быть объективно, подход должен быть единый, и в моей практике мы пока ограничиваемся, скажем так, минимальными штрафами, предупреждением. В комитете госконтроля вы уже работаете 10 лет, расскажите, пожалуйста, какие, может быть, черты характера сформировались ввиду работы, как меняет человека контролирующая должность? Вы знаете, может быть, заметили сами за собой? Заметил, честно говорю, заметил. С одной стороны, любая профессия накладывает определенный отпечаток, такой как термин профессиональная деформация, и за собой я заметил, что я просто стал мало общаться с людьми. Если честно, да, работа поглощает очень много, это, наверное, не только моя вина, это, наверное, вина среды, в которой я живу. То есть, люди на меня все равно смотрят, как на контролера. То есть, не всегда они могут быть откровенны. С другой стороны, я не могу себе позволить вальяжность в общении, поэтому, наверное, язык мой стал сухим, и, скажем так, я не могу себя до конца раскрепостить и в обыденной жизни и на работе. Наверное, отпечаток, основной отпечаток работы – это, скажем так, ограниченность в общении. Спасибо большое за то, что пришли к нам в студию, за откровенный разговор. Я напоминаю, сегодня гостем нашей студии был председатель Барановичского межрайонного комитета государственного контроля Брестской области Олег Данилов. Всего вам самого доброго, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин